Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что будет модно в этом сезоне, на самом деле это фикция и профанация. Это для того, чтобы продать одежду людям. Тренды уходят в прошлое. Сейчас на первое место выступает индивидуальность. Сейчас очень важно быть уместным в нужном время и в нужном месте и быть гармоничным. Вот я помогаю людям быть такими, создавая одежду красивую. Девушки отдыхают 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 Это шаг вперед. Это очень большой шаг вперед. Это мой второй сезон, так как мой бренд стартанул в том году на этом же подиуме. И я была поражена, восхищена этой атмосферой. И в этом году я привезла совершенно иную коллекцию, совершенно другую сторону медали, скажем так, чтобы показать публике, зрителям, чтобы они оценили. Так как я еще молодой бренд, я экспериментирую и хочу опять же снова и снова узнавать мнение людей. А ты делаешь только женские коллекции? Да, на данный момент я делаю только женские коллекции, но в этом показе вы увидите и парней, скажем так. Они будут в определенных мантиях, но в следующих сезонах я планирую уже полностью делать смешанные коллекции и мужские, женские. Я смотрю, что ты сегодня не в спортивном стиле, ты больше любишь классику? Да, я больше люблю классику. Мой идол это Дита фон Тис. Это элегантность, это сексуальность, это притягательность. Это незавершенный мой лук. Завершенный вы увидите на подиуме, так как я в финальном проходке буду представлять его сама. Так что это будет что-то очень интересное. Наша любимая Лизочка, которая у нас в Одессе, по-моему, ты единственная, кто занимается такими аксессуарами, различными шляпками. Расскажи, что модно в этом сезоне? Ну, вы знаете, в этом сезоне очень моден мужской стиль. Это кепки восьми клинки, котелки, цилиндры и шляпки в стиле ретро, типа клош. Но это то, что особо актуально в этом сезоне. Я знаю, что ты очень любишь моду. Какой твой индивидуальный стиль? Мой индивидуальный стиль в этом сезоне – это элегантная классика. Я считаю, что настало время показать истинную мужскую свою сущность с помощью вот такого элегантного мужского костюма – дройки. Ну, ты очень сегодня красивый одет, очень интересно, особенно галстук. Да, да, галстук. Это ты, да? Галстук с тигром. Нет, я змея, но был вариант, чтобы купить галстук со змеей, но я все-таки выбрал тигра. Какие прически модно, мужские и женские, этим летом? Смотри, у мужчин в моде заросшие формы, в моде 70-е годы, стоит быть похожими на наших родителей, которые родились несколько раньше, в 60-х, в 70-х годах. Посмотрите, откройте альбом своих родителей, посмотрите, как выглядел ваш папа, именно так стоит выглядеть. Вот я посмотрел на своего, отращиваю себе бакенбарны, где-то так. У девушек, как никогда, в моде исключительная элегантность в волосах, в моде классические и не классические интерпретации техник Балаяши Омбра. Также у подростков, девушек в моде яркие неоновые цвета. Одесса Fashion Week два раза в год собирает на своем подиуме луч украинских и зарубежных дизайнеров. И сегодня мы здесь, в центре модных событий. Расскажите немножечко, что модно в этом сезоне? Вы знаете, в этом сезоне очень прекрасно то, что каждый может для себя найти частичку той моды, которая ему близка. Очень много разных трендов, начиная от прекрасных каких-то очень коротких платьев, когда шикарные длинные ноги могут быть показаны нашими девушками. Для тех, у кого тонкая талия, есть прекрасные платья, которые ее подчеркнуты. Что для вас Одесса Fashion Week? Для меня Одесса Fashion Week – это, прежде всего, возможность нашим украинским дизайнерам проявить себя, показать то, на что они достойны, заявить о себе. И, возможно, это первая такая ступенечка в мир моды. Это всегда приятное знакомство с новыми дизайнерами, масса приятного общения и встреч, потому что я вот уже во второй раз на Одесса Fashion Week. Всегда приятно петь для модной аудитории, для ярких, красивых людей, с потрясающей всегда атмосферой. Привет! Расскажи, как ты относишься к украинским дизайнерам? Ну, что касается украинской индустрии моды, я считаю, что на сегодняшний день украинские дизайнеры выходят на мировой уровень и не отстают от европейских. И есть очень интересные коллекции, тенденции в развитии моды. Я считаю, что это очень здорово, что эта индустрия процветает, и Украина должна представлять на самых высоких мировых подиумах свои... То есть вы поддерживаете? Конечно, изделия. Это только я за. Юля, огромное спасибо, что вы каждый сезон практически поддерживаете Одесса Fashion Week. Что в этом сезоне уже приглянулось? Может быть, как-то мы выросли? Конечно, безусловно, вы очень сильно выросли. Масштаб грандиозный. Я вижу, что и организация расширяется, больше моделей, больше парикмахеров-визажистов. Это очень важно, потому что те руки, которые вам помогают, это дают вам силу в любом случае. И, конечно же, хочу отметить, что есть очень интересные дизайнеры, с которыми мне очень хотелось бы поработать. И я думаю, что когда по окончанию вашего мероприятия, я думаю, что я некоторых выберу для своей фотосессии. Классная организация, великолепная локация. Наши дизайнеры невероятно талантливы. Сегодня было много показов, на которые есть что посмотреть и вдохновиться. Я считаю, что мы двигаемся в абсолютно правильном направлении. Людей становится действительно больше и больше, что радует. Наши люди начинают уважать и ценить Одесса Fashion Week. И дизайнеры в целом приходят поддержать. И это очень приятно. Приходите, пожалуйста. Мы очень вам рады. Зарина, открытие недели моды. Что сегодня ждало гостей? Какие эмоции и какие показы были? Полный зал гостей. Потрясающие эмоции. Спасибо большое нашим музыкальным гостям. Линаре, Юли Руд и, конечно, Анастасии Букиной за потрясающие такие эмоции вечера. Я очень рада, что все, кого мы пригласили, были, отметились. Потрясающие фото зоны. Нас сегодня наших гостей ждали. Ну, все здорово. Зона бэксэйдж работает профессионально, отлично. Я всем довольна. Надеюсь, что все остальные дни также пройдут. Тогда пожелания именно модницам. Пожелания модницам будьте смелыми и уверенными в себе. Но при этом все-таки постарайтесь быть уместными и гармоничными. Но смелость все-таки на первом месте. Цветите, развивайтесь и становитесь только краше. Не важен возраст, не важен пол, не важен цвет кожи, ничего не важно. Живите и радуйтесь жизнью. Цветите душой, и тогда вы будете прекрасны. Мое самое, наверное, главное пожелание – это оставаться самими собой. Вот в любом образе чувствовать себя комфортно, органично и естественно. Ну, во-первых, я желаю твоей программе и тебе в этом сезоне также оставаться на плаву, быть номером один. Девушкам, которые смотрят твою программу, являются твоими поклонницами и фанатками. Девушки, смотрите, это очень хороший пример. Лена, ты умница и всегда приятно тебя видеть. Ты всегда эталон стиля, эталон моды, эталон качества. Пожелания нашим дизайнерам. Нашим дизайнерам хочу пожелать успехов, вдохновения, новых идей и воплощения их в отличные красивые коллекции. Ну, в первую очередь, конечно, творческих успехов. Пусть творят, создают и одевают нас красиво. Поэтому творческих успехов. Процветание, больше новых идей, каких-то новых проектов, ну и интересных комбинаций, интересных расцветок. Я пожелаю им побольше вдохновения, новых свершений, успехов и идей, наверное. Украинские дизайнеры, как никогда в моде, дорогие друзья, украинские вышивки, как ни странно, не выходят из моды и стали уже настоящей тенденцией, которая плавно переходит из сезона в сезон от модного дома к модному дому. Украинские дизайнеры – это новаторы современной европейской моды. И самое важное в этом не упустить этот шанс и показать о том, что Украина – это не только страна коррупционеров, не только страна не талантливых политиков, а в первую очередь талантливых творческих людей, креативных людей. И в этом сезоне это ваш шанс, дорогие друзья. Дерзайте! У нас настолько замечательные дизайнеры. Буйство фантазии, красок, кроя, стиля, силуэтов. Я вот сегодня пришла поддержать Елену Бойнес, которая сегодня закрывает вечер. Очень люблю ее вещи, многое чего близко и функционально я ношу. Также очень хочется пожелать вдохновения, чтобы эта весна, наше море, наше солнце, наша Одесса рождала новые таланты, и мы покоряли весь мир. Пожелания организаторам Одесса Фэшл Вик. Продолжайте дальше нести красоту, быть в тренде, быть в моде, и новых открытий, новых открытий от новых дизайнеров, новых интересных коллекций, новых интересных дизайнеров, пусть за рамки Украины, с каждым годом, чтобы, может быть, расширялся география и диапазон принимающих участие в Одесса Фэшл Вик в показах, потому что красота-таки спасет мир. Мода капризна и изменчива, поэтому в одежде украинских дизайнеров каждый может найти свой индивидуальный стиль. Сегодня мы были на Одесса Фэшл Вик. С вами была Владлена. Смотрите программу Шоу Старс. Специально для Шоу Старс Василий Бондарчук, всегда ваш. Суперблондинка Оля Полякова специально для Шоу Старс. Всем привет, мы группа Момомаски. Специально для Шоу Старс. Специально для Шоу Старс группа Никита. Катя Рудлиман, специально для Шоу Старс. Привет, всем! Я Тибуэна. И я хочу сказать огромное привет к Шоу Старсам. С вами была Светлана Лобода для Шоу Старс. Привет, это Светлана. Ты смотрел Шоу Старс. Кирилл Повищенко специально для Шоу Старс. Специально для Шоу Старс. Чего ты? Да! Даша Остафева и группа Никуда. Синкрана для Шоу Старс. Привет, моя группа. Время и стекло. Специально для Шоу Старс. Это пр pleasure мне быть здесь из Ибица. От Одессы. Кирилл Повищен. Это Анни Светакова специально для Шоу Старс. Привет, с вами Алеша специально для Шоу Старс. Группа Рио О Pikztан. Специально для Шоу Старс. Специально для Шоу Старс. Дуэт Алиби. Специально для Шоу Старс Дейджа. Всем привет, это Натан, BlackStar Inc. И это специально для Шоу Старс. Я Наташа Королева специально для вот этой прекрасной программы, которая вот стразами выложена на вот этом стразок микрофоне.